добрый день вы на модных практиках с вами я ольга паукшты и сегодня у нас обзор моего костюма который мы очень давно вместе с вами моделировали шили он уже давно готов просто именно сегодня у меня было настроение снять обзор все ждем лето пока у нас прохладно но к лету мой шелковый гардероб пополняется красивыми летними вещами может быть кто-то не видел моделирование юбки топа обязательно смотрите там еще был мастер-класс и повторяйте вместе с нами вот готовый результат были советы что нужно было на однотонной ткани делать может быть было бы красиво на однотонной ткани но у меня уже эта ткань была и я подбирала какую-то интересную модель именно под эту ткань конечно же на однотонной ткани будет видно крой все складочки вот эти вот видите поясочек но здесь у меня игра сердечек может быть выглядит со стороны как платье но это юбка и топ верхняя часть у меня до ее можно завязывать но я люблю открывать декольте поэтому вот этот галстучек он может просто лежать развязанным сейчас я покажу как выглядит в завязанном виде но вот кто-то любит если более строгий стиль не знаю однотонный может быть будет красиво сделать красивый бант вот здесь вот в области шеи я опять развязываю показываюсь вам со всех сторон мне в этой юбке нравится абсолютно все от и до это же блуза очень удобно и мне нравится что мне хватает свободы мне нравится что мы очень удачно под твилл подобрали модель потому что мы все знаем что твилл не любит натяжку шелк без эластана поэтому вот такая свободная модель которая завязывается на поясе на талии идеально для качества этой ткани сердечки тут в разные стороны кроились здесь у нас юбка блуза ну начну все по порядку во первых у меня блуза по базовой основе 10 мерок я не говорю что это то потому что по факту это как блуза без рукавов либо шелковый топ нарядный на грудная вытачка у меня переходит боковой шов здесь еще добавляла дополнительную свободку никаких талиевых вытачек с учетом того что я заправляю вовнутрь и у меня вот здесь чтобы такой естественный наплывчик получался у меня вот здесь шов по центру переда для того чтобы сделать красивый такой разрез видите у меня прям красивый такой глубокий разрез и здесь у меня идет не классическая стойка которая идет от центра переда вот здесь где горловинка до центра переда а здесь прям очень очень хорошо срезано и видно что от моего плечевого шва буквально 2-3-4 сантиметра у меня переходит вот это вот начало стойки а дальше начинается глубокий вырез за счет этого мы получили глубокий вырез необычную такую стоечку которая летом никогда не будет давить шею и для тех кто может быть не хочет открываться вот здесь ну кто-то не может себе позволить такое декольте можно завязать вот этот вот галстучек который вставлен отдельно в сделанные петельки в стойку мне нравится вверх и мы переходим к низу внизу у меня юбка интересная со складками которые направлены и такая пытаюсь понять куда они направлены так давно шили они направлены к центру переда и к центру спины складки не очень глубокий но смысл этих складок в том что мы расклешали верхнюю часть обязательно посмотрите видео если хотите вникнуть и повторить честно говоря я уже плохо помню как я там куда что раскрывала поэтому можно пересмотреть видео и у меня передние складки на кнопочках это сейчас покажу на столе они полностью вот так вот расстегиваются передние складки и превращается юбка в такую полутрубу и я могу спокойно в нее помещаться и сверху у меня идет пояс на шлевочках такой длинный красивый декоративный и он же тоже держит всю эту конструкцию плюс это юбки в том что во первых она вся свободная летящая красивая никаких подкладок и второе конечно же что поясом можно немножко регулировать ширину а это значит что для тех кто меняется в области талии можно чуть-чуть ту же завязать пояском чуть-чуть слабее и юбка будет долго носиться хозяйкой как надеюсь моем случае очень много мне писали на примерки советы что нужно на каблуках носить что с обуви на платформе неудобно писали но хотя бы там три-четыре сантиметра каблук у меня есть каблуки на выход если я иду в ресторан в театр я могу позволить себе надеть каблуки в обычной жизни мне неудобно в каблуках потому что это площадки детские это ребенок я частенько езжу в трамваи ну на самом деле люблю ходить пешком стараюсь день там по 10 тысяч шагов как минимум сделать на каблуках это мало реально у меня еще была когда-то травма ноги которая не могу сейчас я круглосуточно ходить на каблуках поэтому я вам показываю реальный образ они образ на картинке я бы могла сейчас надеть каблуки показать вам но это не будет правда я это изделие собираюсь носить именно вот с этими розовыми тапочками каких называют на работе но мне комфортно каждый день именно вот в такой классной удобной обуви рассмотрим наши изделия на столе как видите на мне тоже обновка костюм с пижамными штанишками все как вы любите поэтому не показываю маечка моя любимая декольте но мы переходим к изделиям которые на столе во-первых конечно ткани очень классного качества из тканевого бутика я на нее смотрела очень очень давно и рада что нашла и такое классное применение плюс еще в том что юбку я смогу комбинировать с однотонными футболками с какими-нибудь кедами тогда можно будет носить белыми или розовыми будет тоже очень такой красивый полу спортивный образ начну стопа топ как вы видите у нас такой слегка не то что расклешен он просто совсем обыкновенно прямой без каких-либо талиевых выточек по центру переда у нас шов на спинке нет вообще ни одной выточки плечевая выточка у нас размоделирована здесь у нас маленькая стоечка маленькая видите тоненькая такая сантиметра два с половиной три здесь у нас петелечки куда входят и вот что я вам говорила что от плечевого шва буквально там пять сантиметров и наша стоечка заканчивается уже прямо вот заканчивается петелька тем самым мы получаем красивый вот здесь вот разворот возле шеи показываем все свои самые такие достойные места свисает удлиняет наш галстучек прибавляет длину и сейчас расскажу про обработку внутри у нас все швы сшиты закрытым швом вот видите стоечка пришита по такой классической технологии а горловину для того чтобы не утяжелял у нас нет никаких обтачек она у нас просто окантована сеточкой вот видите тоненькой тоненькой сеточкой и такой же сеточкой вот обратите внимание как вот здесь аккуратно все сделано за счет того что у нас шов получилось вот такой сложный узел сделать так красиво видите таким же способом у нас окантована пройма вот обратите какая тончайшая работа и мы переходим дальше к юбке у юбки у нас отдельно вдетый пояс я не буду его сейчас снимать вот смотрите какие шикарные бежевые широкие кнопки купили нужно будет их аккуратненько расстегивать чтобы не порвать юбку но там у нас все укреплено все проклеено вот здесь у нас на спинке еще дополнительно резиночка видите она тоже дает вот это вот такую эластичность посадочку и передние у нас складки образуются тем что мы закрываем кнопки уже на фигуре и на спинке у нас они полностью зашиты под пояс и в том месте где у нас пришита складка где у нас заканчивается резинка как раз наши шлевочки они декоративно закрывают вот этот весь сложный узел и сверху кажется что вот она вот все такое цельное не резиночки не видно ничего очень мне нравится эта юбка пояс у нас удлинен технология точно такая же как и на блузе боковые швы у нас закрыты и низ у нас тоненькая подгибочка тоже решили некие обтачки никакие подкладки ничего не делать это легкий костюм на жару на лето но будет конечно шикарно в нем сверху можно если прохладно накинуть какую-нибудь джинсовую курточку или я хочу себе сшить типа бомбера сеточку какую-нибудь вот такую вот чтобы чуть-чуть прикрывала я очень рада своим обновкам жду лето жду тепло солнышко чтобы выгуливать свои наряды напомню что все вот это вот великолепие мы можем кроить на базе видеокурсов базовая основа 10 мерок и классическая юбка со шлицей сконструирование и пошив приобретая наши видеокурсы вы по нашим видео сможете повторить и сшить себе такой же красивый костюм обработка здесь не очень сложно если кому-то сложно делать за пошивочные такие закрытые швы то здесь конечно же допускается просто оверлок потому что ткань непрозрачная ее не видно но придется конечно потренироваться делать окантовочки но у нас много видео которые посвящены обработки в том числе на этом мы с вами прощаемся напоминаю что вы были на модных практиках с вами была я ольга паук что и вся наша большая команда подписывайтесь на наши соцсети ставьте лайки и пишите комментарии до новых встреч пока